В современном мире многие ищут пути к саморазвитию и осмыслению жизни. Сегодня мы расскажем о четырех авторах, чьи книги стали факелом для миллионов. Открывая страницы их произведений, вы найдете вдохновение, мотивацию и практические инструменты для преображения своей жизни. Присоединяйтесь к нам, и пусть это видео станет вашим первым шагом на пути к изменениям. Тони Робинс, известный мировому сообществу как авторитет в области психологии успеха, личностного роста и стратегического планирования жизни. Родившись 29 февраля 1960 года, Робинс преодолел трудности своего детства и молодости, что стало основой для его принципов самосовершенствования и изменения жизни. Одной из наиболее известных работ Тони является книга «Разбуди в себе исполина». В своих произведениях он акцентирует внимание на силе личной ответственности, самодисциплине и позитивном мышлении как инструментах для преобразования личной жизни. Его стратегии направлены на то, чтобы помочь людям в достижении личностного и профессионального благополучия. Робинс не только пишет книги, но и проводит многочисленные семинары, на которых лично взаимодействует с аудиторией, демонстрируя свою страсть и желание помогать людям. Его энергия и убежденность в том, что каждый может изменить свою жизнь, заразительны. Тони также активно участвует в благотворительности, поддерживая различные программы, направленные на борьбу с голодом и поддержку образования. Тони Робинс – пример человека, который проживает жизнь в соответствии с принципами, которыми делится в своих книгах. Он показывает, что упорство, работа над собой и стремление к служению делают жизнь более богатой. Это не просто слова для мотивации, это убеждения, проверенные на собственном опыте. Поэтому книги Робинса – это не только теоретическое пособие по достижению успеха, это практическое руководство, подкрепленное жизненным опытом автора, что делает их ценным ресурсом для всех, стремящихся к личностному росту и самореализации. Продолжая наш список, мы приходим к Джо Диспензе, выдающемуся исследователю и автору, работающему на стыке нейронауки, эпигенетики и квантовой физики. Диспенза, родившийся 22 марта 1962 года, посвятил свою жизнь изучению того, как люди могут использовать последние научные открытия для того, чтобы преобразовать себя не только ментально, но и физически. Одной из ключевых книг Диспенза является «Сила подсознания» или «Как изменить жизнь за четыре недели», где он объединяет сложные научные концепции и доступные методики самосовершенствования, помогая читателям изменить устоявшиеся шаблоны мышления и поведения. Его другая известная работа «Ты – плацебо» исследует идею о том, что наш мозг и тело могут изменяться без фактического введения внешних стимулов. История Диспенза уникальна благодаря его личному опыту. После тяжелой автомобильной аварии, когда ему предрекали жизнь в инвалидном кресле, он использовал принципы, которыми сейчас делятся со своими читателями, чтобы полностью восстановить свое тело. Этот опыт послужил отправной точкой для его дальнейших исследований и практик. Что действительно отличает Диспензу, так это его глубокое понимание человеческого разума и тела. Он не просто передает научные факты, он объясняет, как конкретные знания можно применить в жизни для физического и психологического преобразования. Выводы из его работ указывают на то, что книги Джо Диспензе станут бесценным ресурсом для всех, кто хочет научиться сознательно влиять на свое физическое и ментальное состояние. Основываясь на научно обоснованных методиках и личном опыте, Диспенза предлагает подход, который может привести к глубоким личным изменениям и, как показывает его собственная история, даже к целительству. Мы приходим к Джону Кехо, чьи работы в области личностного роста и саморазвития повлияли на многих людей по всему миру. Родившись и выросший в Канаде, Кехо начал свой путь как автор и лектор, стремясь раскрыть потенциал человеческого сознания и подсознания. Одной из наиболее известных книг Кехо является «Подсознание может все», в которой он развивает идею о влиятельной роли подсознательных убеждений в достижении личных и профессиональных целей. С помощью научных данных, реальных примеров и практических упражнений Кехо помогает читателям научиться формировать и использовать свои подсознательные мысли для создания успешной жизни. Интересно, что путь Джона Кехо к его сегодняшней карьере был далек от стандартного. Он провел несколько лет в уединении, исследуя глубины духовной жизни и медитации, прежде чем вернуться в светский мир, чтобы поделиться своими открытиями с другими. Этот уникальный опыт дал ему глубокое понимание человеческой психики и духовности, которая пронизывает его работы. Джон Кехо, безусловно, автор, стоящий для изучения. Его сочетание научного подхода и духовных практик предлагает читателям комплексное руководство по самореализации и достижению целей. Его книги и семинары наполнены эмпатией и глубоким пониманием человеческой природы, делая его советы реалистичными и применимыми в повседневной жизни. Через свои работы Кехо напоминает нам, что сила для изменения уже находится внутри нас, и что достижение истинного успеха и счастья начинается с осознания силы нашего собственного подсознания. В завершении нашего путешествия по миру вдохновляющих авторов хочется уделить особое место для человека, чей вклад в психотерапию и понимание человеческой психики невозможно переоценить. Это Милтон Эриксон, отец гипнотерапии, позволяющий лечить психологические проблемы с помощью гипноза. Милтон Эриксон родился в 1901 году в небольшом американском городке и преодолел множество препятствий в своей жизни, включая частичный паралич и осложнение полиомиелита. Именно борьба с болезнями заставила его глубоко погрузиться в изучение человеческого сознания. Он стал психиатром и психологом, сделав огромный вклад в развитие не только терапевтических методов, но и в понимание человеческого подсознания. Эриксон автор многочисленных работ, однако большая часть его научного наследия распространена через книги его учеников и последователей, так как Эриксон был скорее практиком. Одними из самых известных являются семинар с доктором Эриксоном и «Гипнотические реальности», в которых он исследует методы гипноза и гипнотерапии. Жизненный путь и профессиональная деятельность Милтона Эриксона вдохновляют тем, что он смог переломить традиционные взгляды на терапию, внедрив в нее творчество, гибкость и индивидуальный подход. Эриксон учил, что каждый человек уникален, и методы лечения должны быть адаптированы под каждого пациента, что радикально отличало его подход от традиционных методик того времени. Читать работы Эриксона и его последователей стоит всем, кто интересуется психотерапией и психологией, так как его нетрадиционные методы, основанные на глубоком понимании человеческой природы, открывают новые горизонты для понимания причин человеческого поведения и методов лечения психологических проблем. Эриксон остается вдохновением для психотерапевтов всего мира, напоминая о неограниченных возможностях человеческого разума и о творческом подходе к лечению. Спасибо, что были с нами на протяжении этого путешествия в мир мыслителей, мотиваторов и наставников. Каждый из этих авторов оставил свой след в истории, и их уроки будут актуальны для многих поколений вперед. Надеемся, что их мудрость и опыт помогут вам найти свой путь, свою дорогу к себе. Не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. До новых встреч!